Добрый вечер, церковь! Я рад здесь быть вместе с вами, и каждый из вас, он также драгоценен для Господа. Бог любит вас, и рад, что вы на этом месте. И сразу начну с названия своей темы. И она называется «Пойду ли я на прайд?» «Пойду ли я на прайд?» «Прайд». Сейчас вы всё поймёте. Кто держит руку на пульсе событий, которые происходят в нашей стране, и вообще в мире, тот знает, что недавно в Киеве состоялся гей-парад, или гей-прайд. И некоторые церкви вышли туда с плакатами, там разными транспарантами, лозунгами, и протестовали против этого, против этого разврата, этого греха. Некоторых даже там братьев показывали там в видео, побила полиция, там головы разбитые, ну в общем, всё как раньше. При старой власти. И знаете, после этого, по многим городам Украины, в том числе и в Кривом Роге, ЛГБТ-сообщества тоже хотят провести свои парады. И в Кривом Роге тоже это планируется. Да, планировалось на 22-е, вроде бы перенесли. Но, конечно же, это вызывает бурю протестов. И среди христиан, и среди общественных организаций, скажем так, светских, мирских. И люди возмущаются, собирают петиции, подписи, готовятся там воевать против всех этих парадов, пишут листовки. В общем, ну, то, что может, тот и делает. И я хочу начать с того, сказать, что в духовном мире есть только два царства. Это царство Божье и царство дьявола. И давайте скажем аминь. И кто входит в царство Божье? В царство Божье входят только те люди, которые приняли Иисуса Христа в своё сердце, как своего Спасителя. Других людей там быть не может. Сочувствующие, крестящиеся там, я имею в виду крестными знамениями, там, почитающие святых и иконы, если они не приняли Христа, это люди вне царства Божьего. Второе царство – это царство дьявольское, то есть это все остальные люди, которые не признали Христа как своего Спасителя. И знаете, мы есть церковь Божья, мы есть невеста, мы есть его избранное. И люди, которые вне этой церкви, они хотят они этого или не хотят, они всё равно подвержены влиянию сатаны в большей или меньшей степени. В духовном мире нейтралитета нет. В духовном мире нейтралитета нет. Третьего не дано. Давайте откроем послание Евангелия от Матфея, 12 главу. 12 глава, 30 стих. Иисус сказал, «Кто не со Мною, тот против Меня, кто не собирается со Мной, тот расточает». Если сегодня какой-либо человек не с Иисусом, он автоматически против Иисуса. Он сказал, что если ты со Мною не собираешь, ты автоматически расточаешь. Здесь нет третьего. И он даёт понять, что человеку нужно определиться, на какой он стороне. с кем он идёт, в каком царстве он хочет жить. И люди, которые выступают против этих сообществ, может быть, они и, как сказать, исповедуют эти Божьи принципы, и это им не нравится, но они всё равно не являются частью церкви. И я не верю, что Бог призвал церковь объединяться с какими-то светскими организациями. Я не верю в союзы церкви с нечестивыми. Почему я так говорю? Потому что у нас в Крымуроге есть такие объединения, где все вместе решают идти и воевать против этих гей-парадов. но нет такого в Писании повеления для церкви, чтобы мы объединялись с нечестивыми против греха, какого-то беззакония. Вы не найдёте такого. Напротив, в Библии написано предостережение, чтобы мы не вступали в союзы с нечестивыми. Нет такого, что церковь, ага, это хорошие грешники, давайте с ними объединимся и пойдём бить там плохих таких. Нет такого. Вспомните примеры, самый яркий, это пример Соломона, да? Самый мудрый человек. Но что? Что его погубило? Это связи, многочисленные связи с жёнами, которые были идолопоклонниками, которые кодили чужим богам. В конечном итоге он сам начал приносить жертвы другим богам. Как красиво, как ярко начиналось его царство, да? Какие чудеса Бог являл, мудрость. И какой бесславный финал в конце, в старости. Бог, просто из-за него он забрал и у его потомков царство над всем Израилем. только одно колено ему осталось для того, чтобы из этого колена потом Христос родился. И это очень опасная стезя, на которую многие, многие, к сожалению, люди, когда вступили, когда они вступили в связь с неверующими, они уже сами вне церкви. Мало-помалу, знаете, немножко смещаются приоритеты, и человек начинает принимать на себя ценности мира, и потом он смотрит, что ценности церкви его уже не интересуют, ценности Божьи уже ему не интересны, уже его не греют. Ему интересно совсем другое. Я хочу, чтобы мы заглянули в корень греха как такового, и это будет Римлянам 1 глава с 26 стиха. Здесь написано «Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Мужчина на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавство, корыстолюбие, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивые, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательные на зло, непослушные родителям, безрассудные, вероломные, нелюбовные, непримиримые, немилостивые. Они знают, праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Я хочу обратить ваше внимание, что здесь говорится, что они не заботились иметь Бога в разуме. То есть человек, он живет, и его совсем не интересует, правильно он поступает или нет. угодно ли его дела, его жизнь Богу или нет. Поэтому написано, из-за их нечестия Бог и предал их. Когда человек ищет правды Божьей, поверьте, Бог всегда выйдет ему навстречу, Бог всегда ему поможет. Если хотите, то Бог даже мешает грешить. Я не знаю, может кто-то еще подтвердит, но в моей жизни было такое, когда я еще как бы не знал, скажем так, Бога, но в моей жизни происходили какие-то препятствия. Я потом уже, когда стал верующим, я понял, что это Бог просто мешал мне делать какие-то неправильные вещи, для того, чтобы меня оградить от каких-то лишних беззаконий. Почему? Потому что все-таки как-то в сердце я всегда хотел, чтобы была какая-то правда. Как-то настолько, насколько я понимал, настолько, насколько я где-то слышал о Боге и понимал, где правильно, где неправильно, мне всегда этого хотелось, ну, творить правду. Но так как у меня не было Духа Святого, конечно же, я не мог всему этому, скажем так, дать рады, то есть, до конца я не мог с этим побороть, этот грех. Но Бог очень часто мешал мне делать те или иные неправильные вещи. И здесь написано, что они не заботились, они не искали правды Божьей. Поэтому Бог просто берет и убирает свою защиту с этих умов и с этих сердец. Давайте интересную историю, наглядную, прочитаем. Это Данила, 4 глава, с 26 стиха. О прошествии 12 месяцев, рассказывая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал, «Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства с силою моего могущества и в славу моего величия?» Еще и речь эта была в устах царя, как был с неба голос. «Тебе говорят, царь Новоходоносор, царство отошло от тебя и отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями, травою будут кормить тебя, как вола, и семь времен пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает ему, его кому хочет. То час и исполнилось это слово над Новоходоносором, и отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и орошалось тело его росой небесную, так как волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы. По окончании же дней тех я, Новоходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил пресносущного, которого владычество, владычество вечное, и которого царство в роды и роды, и все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и в живущих на земле, и нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сановитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось. Ныне я, Новоходоносор, славлю и превозношу величаю царя небесного, которого все дела истинны и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо. Аминь! Аллилуйя! Он силен смирить ходящих гордо. И эта история, она очень интересна тем, что она переплетается с этой римлянам, которую мы прочитали перед этим. Бог убрал свою защиту. Это был самый великий царь на земле на то время. Это было самое великое царство. И что мы читаем? Сердце его возгорделось. Он вышел и он подумал, какой я умный, какой я сильный, какой я великий военачальник, что все, весь мир теперь у моих ног. А Бог просто берет и убирает свою руку. И все. И в одно мгновение он превратился в зверя. Просто овощ. Что сделал Бог? Просто убрал руку. Он даже там ни какие там ни громы, ни молнии не надо было. Почему? Мы дальше читаем, что это привело на Вахудоносора какая-то милость была, что при всем том безумии, которое у него было, что он ел траву, жил со зверями полевыми, сохранилась какая-то капля у него здорового разума, чтобы он мог осознать, что есть великий Бог. И этот Бог милостивый и к нему надо обратиться и он восстановит это все, что и произошло в жизни Новохудоносора. Мы прочитали, что он обратился к Богу, Бог его восстановил, поставил еще выше, чем он раньше был. И тогда он понял, уже, наверное, как-то это долетело до самой глубины его сердца, Новохудоносора, что все-таки Бог все делает на этой земле. И Бог поставил его, и он сказал, что он силен смирять ходящих гордо. как высоко он поднялся и как низко упал, но все равно Бог дает прощение и избавление. Аминь. И давайте вернемся к римлянам первой главе, которую мы читаем. И если мы внимательно будем смотреть, читать, то здесь говорится не только о гомосексуализме. Здесь перечисляется, да, мы прочитали очень много грехов, и неправда, и блуд, и лукавство, и куча-куча-куча всего. Но в Библии написано, если ты нарушаешь один закон, то ты становишься преступником всего, да, если нарушаешь одну заповедь, то ты преступник всего закона. Но почему нас мало волнует тот факт, что мы там собираемся, с вот этими мирскими организациями. Да, пускай они не гомосексуалисты, там. Ну, а другие грехи, что? Блуд, лукавство, нечестие, вражда. Это же все оно есть. И с этими людьми мы идем, собираемся воевать против гей-парадов. То есть собрали всех у тех грешников, и просто ради одного греха пойдем воевать. Но Бог, Он любит человека, но ненавидит всякий грех. Кто-то может думать, что Бог больше любит, вернее, ненавидит гомосексуализм, но уже там с лукавством он там готов в мириться. Нет. Мы сказали о том, что нарушаешь одно, ты становишься преступником другого. Всего закона. Но Бог разделяет человека, которого он любит, и грех, который он ненавидит. Всякий грех, это мерзость перед Господом. Мало кто из людей просто думает, а пойду грешить. Таких людей мало. Обычно человек, что он хочет в жизни самого главного? Он хочет счастья, он хочет радости, он хочет удовлетворения, даже не денег, потому что всё, для чего нам нужны деньги, это чтобы купить немножко радости, немножко счастья. Ведь так? Молчите? Ну ладно. Деньги надо. Но знаете, радости, которые люди находят в грехах, это кратковременные радости. И они проходят, они не дают настоящего счастья. только в Боге можно обрести истинное счастье и радость. Аминь. И аллилуйя, что только в Боге. Потому что если бы это можно было сделать вне Царства Божьего, никто бы к Богу не пришёл. Знаете, я когда покаялся, вернее, ещё перед покаянием, я спросил у того человека, который мне проповедовал о Христе, я его спросил один вопрос, который меня очень волновал. Ты счастлив? Я его спросил, ты счастлив? Потому что моя жизнь, она была разбита и разрушена. И может быть, что-то у меня и было, но я был глубоко внутри несчастным человеком. И всё, в чём я нуждался, это даже не работа и не деньги. Я хотел просто быть счастливым. И знаете, слава Богу, когда я пришёл в церковь, принял Христа как своего спасителя, это любовь, это счастье, это радость, она просто появилась в моей жизни, в моём сердце и живёт по сей день. Аминь! Я думаю, что и в ваших сердцах тоже. и человека невозможно заставить, понимаете, невозможно просто заставить бросить грех, потому что он думает, что это приносит ему радость и счастье. Ну, что ты ему скажешь, что ты ему можешь противопоставить? Он скажет, так и мне классно от этого, мне классно от наркотиков или классно выпить. Что ты мне можешь рассказать? Да, предложить взамен. Но наша задача как церкви это нести истину о Боге с любовью. Не просто крикнуть, а, ты грешный, вот написано и тебя ждёт, ад, потому что ты такой плохой. Я думаю, это не сработает. Давайте откроем 1 Петра 3 главу. Из 1 стиха. Так же и вы, жёны, повинутись своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житьём жён своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие. Жёны, вы любите этот стих? Вы знаете, я думаю, что в этом месте говорится не только о жёнах. На этом примере Бог хочет показать, как церковь может влиять на погибающий мир. Приобретать людей для Христа можно и без слов. Мы читаем, что без слова приобретаемы были мужья, которые не покоряются. Это можно сравнить с тем, что те люди, которые сегодня, они не покоряются слову Божьему, этот мир, для которых сегодня слово Божье ничто, они смотрели на наше чистое и богобоязненное житьё, как церкви, и захотели здесь быть. Они бы понуждались в этой чистоте, святости, радости, праведности. Потому что как ни крути, но праздники и парады заканчиваются, не всегда они. Эти люди возвращаются домой в своей обычной серой жизни, и они задумываются о том, да, а что я, ну, пошёл я там повеселился, ну, а что я имею по большому -то счёту? Разве это радость, разве это счастье? На пару часов, а дальше чего-то не хватает. Всегда человеку, который живёт без Бога, чего-то не хватает. И это так, я думаю, заложено самим Богом изначально при творении, что Бог заложил ту часть, которая всё-таки нуждается в нём. значит, если эти плакаты, лозунги не работают, потому что я не верю, что кто-то после этих митингов, ну, анти-митингов, задумался и сказал, о, да, надо же принять Христа. Надо менять тактику, но неужели просто это надо сложить руки и просто тогда молчать, сказать, а, ну, не плакаты, ну, всё тогда. Давайте прочитаем, что говорит Ефесянам 6 глава. с 10 стиха. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы нам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальцев, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Не против крови и плоти. Но с чего Павел начал это обращение? Он сказал, что укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. То есть нам самим надо укрепиться. И наша сила, это не в демонстрациях, наша сила не в помощи от властей, что соберем там 50 тысяч петиций и это запретят. Мы не оттуда силу питаем, не от власти этого мира мы ожидаем силы, но от Господа. Павел нас к этому призывает, чтобы мы укреплялись Господом. Наша сила в Его имени, наша сила в Его крови. Аминь. Это война, против грешников физическая, я имею ввиду, это все равно, что ты просто будешь лечить симптомы, болезни. Это же бесполезно. Нужно исцелить саму болезнь. Бог дал нам власть разрушать в духовном мире дела сатаны Его Духа. Бог разделяет, как я уже говорил, человека от греха, и Он хочет, чтобы любой грешник получил спасение. И мы знаем этот стих, который говорит, что Бог возлюбил мир и отдал Сына Своего. чтобы всякий верующий, независимо гомосексуалист, блудник, убийца или просто какой-то примерный грешник, всякий, кто верует в Него, получил жизнь вечную. Так же само, когда мы, когда не знали Бога, Бог ненавидел тот грех, который мы делаем, но Он все равно продолжал любить нас. Еще одно место давайте откроем, это 2 Коринфянам 10 глава с 3 стиха. «Ибо мы, хотя во плоти, не по плоти воинствуем, оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против познания Божьего, и пленяем всякое помышление в послушанию Христу». Вы знаете, что планы сатаны на самом деле, они совсем не направлены на этот мир. Этот мир и так в его сетях, в его лапах. Это люди, если они не принят Христа, они пойдут в ад. Планы сатаны, они направлены на церковь. Самое большее он ненавидит это церковь и тех, которые исповедуют Иисуса Христа. И всякими возможными способами он хочет увести нас от Бога. Вы хотите с лозунгами ходить? Да, пожалуйста, митингуйте против, собирайте петиции, транспаранты возьмите два, лишь бы ты не молился, лишь бы ты не искал лица Божьего, лишь бы ты не искал воли Божьей. Иди митингуй. Сатана этого не боится, вы знаете. Сатана боится горящую молящуюся церковь. Аминь. Я думаю, что вы многие знаете, кто читает и согласитесь со мной, что мы живем в последнее время. И в Библии написано, что в последние времена настанут времена тяжкие. То, что вокруг нас происходит, это времена тяжкие. И, наверное, дальше будет еще хуже. И это даже не вопрос нашей веры, или исповедуем это, или будем связывать это, разрушать. Писание так говорит, что в последние времена настанут, в последнее время будут тяжко. Это Писание так говорит. но я верю, что в последнее время Церковь Божья, она будет усиливаться, что вокруг будут времена тяжкие, а Церковь она будет горящей, Церковь она будет сильной. Через Церковь будет Бог совершать свои чудеса и знамения особо в последнее время, особо в эти тяжкие времена. Но что нам нужно, так это жить не по плоти, а по духу. Что нам нужно, это искать лица Божьего, ходить в его истине, в его слове. Давайте откроем первое послание Тимофею, вторую главу. С первого стиха, и там написано, итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятешную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Павел призывает нас молиться за всех человеков и за власти. только ходатайственные молитвы, а не транспаранты, лозунги, имеют вес в духовном мире. Ведь мы хотим воевать в духовном мире, мы хотим сотрясать духовный мир, мы же не хотим воевать против крови и плоти, да? Я вам могу просто по своему опыту сказать, если кто-то много по плоти и крови воевал, так это я. И звонил там в разные инстанции, и на горячие линии звонил. Знаете, очень много я обращался по разным вопросам, это мы сейчас не только об этой ситуации говорим, вообще знаете, сколько эффекта от этого? На копейку. на копейку. Реально вам говорю. Не работают все эти возмущения. Но когда ты начинаешь молиться, когда ты начинаешь искать у Бога ответа, когда ты начинаешь искать Его воли, тогда происходит что-то, нечто, тогда совершаются чудеса. И однажды какого-то проповедника его спросили, что вы скажете, какой ваш совет, чтобы как-то мир лучшим сделать? делать? И он сказал такую простую вещь. Мы нуждаемся, чтобы омывать друг другу ноги. То есть пример, который подал Христос, это любовь, это прощение, уважение, это простые вещи, но как много они могут сотворить, как много они могут перевернуть нашей жизни и в жизни тех людей, которые окружают нас. И подводя итог, я хочу сказать, что задача церкви это не осуждать, не судить, но быть примером чистоты и святости и стоять в проломе в молитве за этот погибающий мир. Аминь. Давайте встанем и помолимся. Аллилуйя! Аллилуйя! Господь, мы так нуждаемся в Тебе, Бог Святой, Бог Великий Всемогущий. Господь, Ты источник всего, Господь. Ты двигатель всего этого духовного мира, Господь. Ты совершаешь, Господи, великие чудеса и знамения, Господь, все в Твоей руке, Бог Святой. Мы ищем воли Твоей, мы ищем лица Твоего, Господь. Бог Святой, мы нуждаемся в Тебе, чтобы иметь такое же сердце, наполненное любовью, Господь, как у Тебя. Бог Святой, мы не хотим просто бороться с кровью и плотью. Бог Святой, мы хотим являть Твою святость, Твою праведность, Твою чистоту, светить для этого мира и быть солью для этой земли, Господь. Господь. Бог всемогущий, мы как церковь Твоя, Господь, используй нас, чтобы царство Твое утверждалось, чтобы царство Твое расширялось, Бог Святой. Господь, мы верим, что Ты в эти последние времена Ты укрепишь, Господи, церковь Твою и будешь являть чудеса и знамения, Бог Святой. Мы так нуждаемся в Тебе, Дух Святой. Веди нас, Господи, Своей крепкой рукой. Господь, изливай Свою силу и Своё помазание, Господь. Бог Святой, мы нуждаемся в Тебе. Ты самый главный, Ты самый главный здесь, на всей земле и во всей вселенной. Только Ты. Нет другого имени, которым надлежало бы нам спасти. Господь, Ты восставляешь и Ты понижаешь, Господь. Ты поднимаешь, Господь, кого хочешь. Бог Святой, Твое сердце навсегда наполнено любовью к этому погибающему миру. Господь, Ты всегда хочешь спасать. Твоя рука, она не сократилась, Господь. И сегодня святый, великий, всемогущий, мы доверяем Тебе. Мы отдаем свои сердца в Твои руки, Господь. Веди нас, Господь, веди Свою крепкой рукой. Святый, великий, всемогущий, чудный Господь, Отец вечности, слава Тебе, хвала Тебе, мы поклоняемся Тебе, Ты достоин славы. Благодарим Тебя, Иисус, что Ты призвал нас в Свой свет, что Ты омыл нас Своей кровью святой, что Ты примирил нас отцом, Господь, и мы теперь не чужие, но свои. Ты назвал нас, Господь, своими детьми. Мы благодарим Тебя, Господь, славим Тебя и поклоняемся Тебе, достоин Ты славы, достоин Ты хвалы. Аллилуйя, Аллилуйя, Кере, брошу торолея, брошу кота робра каше торолей. Аллилуйя, Аллилуйя, Господь, нам нужна Твоя сила, Господь, нам нужна Твоя помазание, Бог святой. Изливай, Господь, изливай, святой, изливай, сильный, изливай, всемогущий. Мы жажим Тебя. Лес сток ор брош торолея, святой, 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 великий, всемогущий. Аллилуйя, Аллилуйя. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя за Твое присутствие на этом месте. Аллилуйя, достоин Ты славы, достоин Ты хвалы. Аллилуйя. Аминь.